Доброе утро! Интересно, что до сих пор науке неизвестно, есть ли жизнь на Марсе, и наука не перестает думать об этом. Что происходит сейчас, спустя 50 лет после этого замечательного фильма, как мы смотрим на эту проблему. И вообще, почему Марс? Почему мы все время говорим о Марсе? Почему около Марса работает столько космических аппаратов? Интересно, за последние 20 лет не было ни дня, ни секунды, чтобы около Марса не работал хотя бы один космический аппарат, сделанный руками человека. К сожалению, среди вот этого такого флота научных спутников, атакующих Марс, российских аппаратов нет. Но почему, я, наверное, потом могу тоже рассказать. Это немножко, конечно, грустная уже история. А вот Марс, а Марсе часто говорят как о запасной планете для человечества. Вообще, Солнечная система неуютное место, чем как бы больше изучаешь ее, понимаешь, как нам повезло с Землей. Сошлось очень много факторов, и расстояние от Солнца, и скорость вращения, и стабильная орбита. Это, что мы живем, в общем-то, в самом, наверное, комфортабельнейших из миров. Но, наверное, такой мир не единственный. И это дает нам надежды когда-то, когда-то встретить какие-то другие живые существа. Я не знаю, вряд ли они будут нашими братьями по разуму, но какую-то и на земную жизнь. Все-таки надеемся увидеть. И Марс, пожалуй, первый такой форпост, где мы можем столкнуться с какими-то элементами органической жизни. Почему у меня в этом есть такая уверенность? Марс, сейчас я уже говорил, исследуется часто, активно. И мы в России готовим тоже свою программу исследования Марса. И если останется время, я вам о ней тоже с удовольствием расскажу. В чем дело, почему Марс, с одной стороны, он к нам, наша ближайшая к нам планета по возможным климатическим условиям, а с другой стороны, он тоже не очень комфортный. Если, так сказать, поставить на Марсе градусник, то, пожалуй, ни один градусник, который мы используем в быту, работать там не будет. Температура там самое-самое лучшее время летом марсианским, вблизи экватора поднимается где-то до плюс 10 градусов, но это бывает редко. А настоящая температура зимой — это минус 160-170 градусов. То есть даже Антарктида вот в это время покажется раем. На Земле климата похожего нет, даже с Антарктидой это сравнить трудно. На Земле есть океаны, которые в любой точке Земли все-таки оказывают смягчающее влияние на климат. Ну, скажем, в Москве меньше, в Санкт-Петербурге больше, ближе к морю вся Западная Европа живет благодаря смягчающему влиянию морских течений. А на Марсе жидкой воды нет. Вот это главное, что мы поняли. Нет или, я бы сказал, точнее, почти нет. И поэтому климат там такой резко суперконтинентальный, не очень комфортный. Но, тем не менее, вот те цифры, которые я назвал, они таких, на самом деле, экстремальных туристов вряд ли напугают. То есть, в принципе, при соответствующей подготовке Марс может стать объектом колонизации. И поэтому иногда вот образно про него говорят, что это запасная планета для человечества, не самый лучший вариант, но другого у нас нет. Потому что в другие звездные системы мы вряд ли с вами когда-нибудь попадем. Поэтому пока, по крайней мере, непонятно, на тех двигателях химических, на которых работает вся наша ракетная техника, и даже на ядерных двигателях туда не долетишь. Поэтому вот такой ареал нашей жизни на ближайший, я думаю, век, а может быть и больше, ограничен нашей солнечной системой. Это наш дом, и мы ее изучаем. Мы об этом вот как раз в этих цикле, в таком бесед, который мы сейчас с вами начинаем проводить, мы об этом вам пытаемся рассказать. Так вот, я возвращаюсь к вопросу, есть ли жизнь на Марсе? Прежде всего, какая главная проблема Марса, из-за которой и возможности жизни на нем были резко ограничены, это отсутствие магнитного поля. Как ни странно, вот где жизнь, где магнитное поле. Мы живем на Земле, магнитное поле Земли, связанное с токами, которые текут в ядре Земли. Оно по космическим масштабам и не сильное, и не слабое, среднее. Где-то на поверхности Земли полгаусса. И вот как ни странно, эти полгаусса спасают нас от очень-очень многих неприятностей. Мы, радиокосмическая радиация не попадает на Землю, она отклоняется этими магнитными полями. А атмосфера наша, ну мы тоже как бы ходим и не замечаем, что, как говорил Остап Бендер, она сдает столб атмосферы весом там несколько сотен килограмм. Мы этого не замечаем. Атмосфера нас тоже спасает от многих неприятностей, от мощных излучений, которые, так сказать, просто затухают в ней. На Марсе всего этого, к сожалению, нет или почти нет. Марс меньше, и Марс потерял свое магнитное поле давным-давно. И вся космическая радиация, которая для Земли, от Земли отклоняется магнитными полями, попадает на Марс, бомбарирует его поверхность. То есть будущим жителям, тем, кто будет осваивать Марс, надо будет, конечно, главная забота, будет думать, как защищаться от этой радиации. Но, в принципе, на поверхности планеты это не так сложно сделать. В открытом космосе гораздо сложнее. Важно еще долететь до Марса. И Марс потерял магнитное поле, и поэтому начал терять атмосферу. Дело в том, что от Солнца идет мощный поток плазмы. Он называется очень красиво, романтический солнечный ветер. И этот солнечный ветер, опять-таки, он не попадает на Землю. Он магнитное поле Земли его отклоняет. И мы видим некие следствия этого солнечного ветра. Только если куда-нибудь попадем в Архангельск, или в Финляндию, или в Норвегию, и увидим замечательное красивое полярное сияние. Это как раз частицы солнечного ветра, электроны солнечной плазмы, которые высыпаются в магнитные ловушки на полярных областях Земли. У Марса этого нет, и у Марса этой защиты нет. И солнечный ветер просто взаимодействует напрямую с его редкой разреженной атмосферой. Но она стала редкой не сразу. Дело в том, что поток плазмы как бы сдувает, он взаимодействует с частицами атмосферы. Они перезаряжаются и подхватываются этим потоком и уносятся. То есть Марс за вот эти миллиарды лет своего существования, постепенно его атмосфера обдиралась, обдиралась после того, как он потерял магнитное поле. Вот она стала очень разреженной. У нее где-то ее плотность на порядок, даже почти на два порядка меньше плотности Земли. То есть дышать на Марсе будет трудно, нужны будут кислородные аппараты. Я сейчас уже сам испугался, что я так вам писал Марс, что никто туда не захочет полететь. Но на самом деле это не так. Сейчас объявлен одной коммерческой компанией конкурс о том, кто хочет полететь, купить билет на Марс в один конец. И десятки, если не сотни тысяч человек записались туда, несмотря на такие некомфортные условия. Все-таки человеку свойственно жазда подвига и приключений. Наверное, это главное, что характеризует нас. Поэтому я уверен, что человек окажется обязательно на Марсе и, конечно, окажется с билетом в оба конца. Так вот, на поверхности Марса, я говорил, что жидкой воды сейчас нет. Там очень маленькое давление. И как бы даже если есть водяной лед, то он попадает в равновесие с редкими парами воды в атмосфере. А при местах для существования воды в жидкой форме здесь не остается. Но, тем не менее, иногда, вот я уже упоминал, что летом на Марсе есть температура 10 плюс 10 градусов. Редко бывают такие короткие потепления. Иногда, в общем, если долго наблюдать космических аппаратов за поверхностью Марса, иногда видны даже такие, кажется, такие проталинки, ручейки, которые, в отличие от земных, когда они текут, они расширяются не вниз, они как бы текут и книзу сужаются. Это, оказывается, какая-то растаяла подповерхностная вода, какую-то щель она вышла, но пока она показалась на поверхности, она почти очень быстро замерзла. То есть, свидетельство наличия воды на Марсе, в основном, правда, сейчас в форме подповерхностного льда, как можно ее сравнить с вечной мерзлотой, сейчас приходит все больше, больше и больше. И здесь хочется отметить результаты, которые в нашем институте были получены. Я вот тут жаловался, что около Марса летает много космических аппаратов, и среди них нет российского. Российского аппарата нет, но около Марса сейчас работает, пожалуй, дайте мне посчитать, 4-5 российских приборов. Еще есть приборы даже на поверхности Марса. И эти приборы, они установлены на космических аппаратах, сделанных в Европейском космическом агентстве, в НАСА, это Американское космическое агентство, они дают очень интересные результаты. И в частности, вот в начале 2000-х годов на аппарате Марс Дисейс работал прибор HAND, High Energy Neutral Detector, который был сделан в нашем институте, в лаборатории профессора Митрофанова. И он как раз по потоку, по вариациям потока нейтронов, которые идут от Марса, определил наличие подповерхностных слоев воды в различных районах Марса, в основном в полярных районах, но и кое-что есть и вблизи экватора. То есть это небольшие глубины, порядка метра, полутора метров, но тем не менее доказательства довольно серьезные. Плюс вот те наблюдения таких ручейков, о которых я говорил, все это складывается в одну копилку, и вот за это десятилетие, предшествующее десятилетие точнее, мы, в общем-то, я хочу сказать, что можно считать доказанным, что на Марсе есть много воды, а вода — это основа жизни. Самый решающий, конечно, эксперимент был тоже сделан тоже американским аппаратом «Феникс», который сел вблизи полярной шапки, и фактически он, это такой водяной лед, такую изморость, которая оказалась в атмосфере, есть немножко воды, небольшое количество паров воды, и появилась изморость, ну, который просто этот аппарат увидел. То есть на Марсе воды много, и что это сразу тем, кто ищет жизнь на Марсе, дает большие-большие надежды. Где вода, там есть жизнь, где есть жизнь, там есть возможность образования организованной жизни. Но об этом мы с вами поговорим в другой раз, а сейчас я хочу с вами попрощаться, и, как говорится, оставайтесь с нами, и вам есть еще в запасе пара слов, и я вам кое-что расскажу интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!